Незаконный сброс мусора – проблема масштабов страны. К сожалению, Ленинский городской округ не исключение. Несколько часов в засаде и скрытая камера фиксирует, как трое мужчин загружают газель строительным мусором – около 50 мешков. Конечно, заниматься грузоперевозками и утилизацией отходов не запрещено, однако для этого нужно получить специальные документы. Их выдают Министерство экологии. Ну, в прошлый раз у нас увезли мешков 20, наверное. Терпеливо ждем. И, наконец, погрузка завершена. Фиксируем передачу денежных средств. И, не привлекая дополнительного внимания, следуем за газелью. Незаконный мусор сбрасывают куда угодно – на сельскохозяйственные поля, берега рек и озер, обочины дорог или просто в преддомовые контейнеры. Только не туда, куда следует по закону. Продолжаем ехать за машиной. Жилая городская застройка – скипт. Именно сюда и направлялись нарушители. Как ни в чем не бывало, рабочие начинают один за другим скидывать мешки со строительным мусором в контейнер для смешанных отходов. Опешившие от неожиданности рабочие сразу закрывают двери кузова. Однако поздно. Незаконные действия зафиксированы. Сотрудник полиции запрашивает у водителя необходимые документы. В результате выясняется, что никаких разрешений на утилизацию у рабочих нет. Правоохранители составляют на водителя протоколы. Попутно выясняется, что автотранспорт арендован. Известно ли собственнику, в каких целях граждане Таджикистана используют его машину – большой вопрос. Организовать вывоз строительного мусора – это не является никакой проблемой. Вы можете обратиться в свою управляющую организацию. Они помогут в организации бункера для вывоза строительного отхода. О периодичности подобных рейдов и количестве подобных нарушений мы поинтересовались у ведущего специалиста управления жилищно-коммунального хозяйства администрации Ленинского городского округа Натальи Мельниковой. Сегодня мы с вами зафиксировали в ходе профилактической операции сброс мусора в неотведенных для этих целей мест. Действующим законодательством это запрещено. Данный случай, к сожалению, для муниципалитетов – это не редкость. Надеемся, что с проведением таких операций нарушений станет меньше. Ну а данная «Газель» с неразгруженным строительным мусором отправляется прямиком на спецстоянку до оплаты всех штрафов и пошлин. Штраф за незаконный сброс мусора составляет всего от 2 до 10 тысяч рублей. Куда больше заплатит собственник автотранспорта. Ведь простой и услуга штрафстоянки выльется в копеечку и могут составлять уже до 100 тысяч рублей. Кирилл Махров, Гульнара Балаева, специально для Видное ТВ.